МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По поручению главы государства, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил госнаграды заслуженным могилевчанам. Медалями за трудовые заслуги отмечены главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Коско и зав. отделением офтальмологии Вячеслав Бурак. Награды получили и шесть представителей предприятия Могилев Лифтмаш. Среди них гендиректор Борис Ковалевский и представители Белорусско-Российского университета. В Могилеве начали отключать отопление в жилфонде. Этот отопительный период для Могилева, да и области, стал самым длинным за всю историю. По анализу долго грели батареи только в 2015-м. Но тогда отопительный период продолжался до 24 апреля. Не за горами и отключение горячей воды в домах могилевчан. Первые испытания теплосетей и их ремонт начнутся с 11 мая. Первыми неудобства ощутят жители центра города, микрорайона Юбилейный, а также улиц Гришина и 30 лет Победы. Программа празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Могилеве начнется 6 мая торжественным возложением цветов, венков к памятникам. А 9 мая в 9.45 от площади Ленина до площади Славы пройдет торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона. За ними ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города. В этот день концертные программы пройдут на площадях в Печерском лесопарке у Ратуши. Там же в 11 вечера могилевчан и гостей ждет салют. Оперная певица из Москвы Маргарита Писаренко выступит с концертом 13 мая в Могилевском областном художественном музее имени Павла Масленникова. Она исполнит романсы русских композиторов, а также арии из известных опер. Могилев готовится с размахом встретить юбилей. Свои 750 лет город будет отмечать с 27 июня до Дня независимости Беларуси. С приходом весеннего тепла Могилев расцветает, наводится порядок, празднично оформляются здания, кафе и магазины. Юбилейная программа, обещают организаторы, не просто порадует, но удивит могилевчан и гостей. Празднования начнутся с театрализованного шествия 1 июля. Площадь Ленина будет основной площадкой. Прорабатывается идея 3D-мэппинга и салюта. Интересное будет в этом году, мы проводим на Днепре, два дня будет проходить большой праздник. Бортрыбалка в Могилеве, первое и второе число, и город Добра. Два больших крупномасштабных проекта соединятся в единый проект, и будет проводиться интересная, насыщенная программа. Это будет и кермаш с мако, это будет и банный фестиваль, и конкурс по рыбной ловле, это будет и на приготовление ухи, то есть все это будет на пляже Днепра 1-2 числа. И самое то, что для молодежи, наверное, все время они сетуют на то, что очень быстро заканчиваются площадки, время работы площадок, поэтому 2-го числа площадка будет работать до 2-х часов ночи. Сразу несколькими международными фестивалями отметится этот год для нашего города. Могутны Божия, пленэр по скульптуре в камне и пленэр по живописи. За несколько дней Могилев посетят гости из 25 стран со всего мира, от Узбекистана до Америки и Индии. К официальному празднованию юбилея город станет еще краше. Шесть могилевских предприятий уже изготовили каркасы для световых опор, металлоконструкции с логотипом и для флагов. Последних, кстати, будет не менее 800 штук, и благодаря им центральные улицы города буквально расцветут. Над концепцией городского убранства трудились архитекторы и дизайнеры. Часть из конструкций мы увидим уже 9 мая. Остальное приберегли к началу июня. Разработаны и оформления главных городских магистралей, флаговыми конструкциями и другими. Также прорабатываются зоны для проведения фотосессий, где могли бы могилевчане и гости могилевства граффироваться на память о могилеве. Не только впечатления увезут могилевские гости, но и сувениры, хранящие тепло рук наших могилевских мастериц. Это из скатерти с надписью 750, подарочные комплекты. Это упаковочные сумки подарочные, очень красивые. Это порадует гостей нашего города, я думаю, ручники. Ручная работа, лен, соломка – это наш герб могилева, всем неузнаваемый. Тоже к празднику города. Самое главное – память, наверное, о нашем городе, да? Память останется. У изготовителей художественных изделий и швей работа спорится. Большой заказ на сувенирную продукцию ко дню победы и дню города. А еще наши могилевские куклы уедут в Астану. Всю свою любовь и свое творчество мы вложим во все эти сувениры. И думаю, что они будут востребованы, и у нас будет работа. А это эксклюзив – модели от наших мастеров. Их даже в продаже еще нет. Их гости города и могилевские модницы должны оценить. Сумки льняные сугубо, ленаршанские. Ручная работа. Они еще не в производстве. Сумки совершенно новые. Сумки для летнего отдыха, как раз к празднику города нашим девушкам прогуляться по городу. Вот такие сумочки с кружевом, с нашим лентооткладкой, нашей фабрики. Вот такие вот сумочки. Вот это вообще суперская сумка. Да, добавка кружева, ручная работа. Красота. И вышивка на автомате. Сумки новых таких форм. Их еще нигде не было, только у нас. В этот год каждый могилевчанин тоже немного юбиляра и праздник. Это подарок нам, горожанам. Отмечать день рождения города будут не только на центральных площадках, но и в спальных районах. Летят века над Древним Могилевым. Сменяются эпохи и поколения. Есть в нашем городе свидетели долгой могилевской истории. Вековые деревья. Экологи провели их перепись и составили интерактивную карту деревьев-долгожителей. Здесь настоящее досье на каждый экземпляр. С фотографией, координатами, возрастом и размерами. Увидеть вековые могилевские деревья можно на сайте ecoprojekt.by. Например, дубы-колдуны. Вот вы видите все наши дубы. Можно приближаться. Вот увеличиваем, увеличиваем. И вы можете посмотреть про каждый из этих дубов. Нажав на каждый значочек, вы увидите фотографию, фотопортрет каждого дуба. Увидите диаметр. Померен он на высоте, как положено, на высоте метр тридцать. Вооружившись картой, мы отправились в зеленое путешествие, чтобы составить топ-5 самых больших могилевских деревьев-старожилов. Самый большой могилевский ясень. Возраст примерно полторы сотни лет. На сегодня самый будный ясень в городе. Махчима, Украина. Так само здесь еще есть как минимум 5-6 ясеней с обхопом более за 3 метра. Самый большой могилевский дуб. Возраст 200-250 лет. Тут с большего у нас вековые дубы. Некольки вязов есть, но основные дубы. И вот это наибуйнейшее на сегодня, по наших замерах, дуб в городе. И он прикладен 5 метров обхопе. Конкуренцию этому великану могут составить, пожалуй, лишь два могилевских дуба. Оба памятники природы. Один растет на улице Минжинского, второй на территории могилевского рода. Самый большой могилевский вяз. Возраст около 100 лет. Больше за 4 метра обхопе. Заходится он на Подниколе. Тут недалеко от головной аллеи и для спуска у новый парк. Действится, что он один из шматликих вязов, которые выросли в Подниколе от вот этого славутого вяза-патриарха, который находился на горе для городской больницы. Самый большой могилевский клён. Возраст около сотни лет. Ну, в огуре для клёнов это не характерно такие великие померы. То есть он более за 3 метра обхопе. У нас в городе литерально может быть еще 1-2 клёна, которые больше 3 метров обхопе. Самая большая могилевская липа. Возраст приблизительно 150 лет. Больше за 3 метра в обхопе. Довольно высокая. Ну, и, в принципе, довольно прыгожая. Особливо у верст. Всего в Могилёве экологи насчитали больше сотни вековых деревьев. Это пока. Работу свою они будут продолжать. Сейчас активно занимаются Печерским лесопарком. Кстати, возле звездочёта тоже есть великовозрастные деревья. В Комсомольском сквере. Так как парк был заложен в 30-е годы, то уже можем считать, что это взрослые в самом расцвете сил, как говорил Карлсон. То есть вот они в самом соку. Уже приближаются с биологической точки зрения к своей зрелой стадии. Древние деревья – свидетели истории. И если послушать их внимательно, можно услышать в шорохе их листьев тихий шёпот ушедших эпох. Помните, как раньше мальчишки спорили, какая профессия круче? Кто хотел стать космонавтом, кто лётчиком, кто танкистом лично? Я хотел стать машинистом поезда. И сегодня он хоть на 5 минут, 6. Но моя мечта сбудется. Я стану машинистом дизельного поезда. Заодно и узнаем, что же это за профессия такая. Есть профессии, которым свойственна некая романтическая нотка. Это же касается и человека, который отвечает за движение такого внушительного транспорта, как поезд, и безопасность его пассажиров. Машинист. Профессия – это штучная. Её не получишь в колледже или институте. Вот, например, Алексей Яковчик, он машинист со стажем. Профессии более 20 лет. Мой старший брат проработал всю жизнь на железной дороге. После армии закончил и, можно сказать, до пенсии. Ну, в общем, и жена его работает на дороге, и сын его работает на дороге. В общем, по стопам семейная династия. Чем нравится работа? Как бы специальность такая в нынешних временах нашей жизни страны. То есть она оплачиваемая. Ну, и работа, как бы сказать, в наше время устроится сюда не так-то просто. В общем. Машинист поезда – это навсегда, говорит Алексей. Тут, конечно, не забалуешь. Предполагается и ненормированный график, и довольно тяжёлые условия труда. А ещё большие физические и моральные нагрузки. Но есть большой плюс – зарплата. Она достаточно высока по сравнению с другими рабочими специальностями. На работу идёшь всегда с удовольствием, с душой. Ну, и в этой профессии хочется находиться. То есть, как бы я выбрал с достоинством. Ну, и моё. То, что как бы хотелось, того и нахожусь на этом месте. А где учились на машинистах? На машинистах учился в Гомельской техшколе. Закончил школу. То есть, учился и на грузовой поезд, справа грузового, ну и на дизельпоезд. А несколько лет назад Алексей получил новенького железного коня. Польский пассажирский дизель бизнес-класса. Кстати, один из трёх на Могилёвском участке. Комфортный не только для пассажиров. Тут всё продумано и для машиниста. Нажимаем на зелёную кнопочку. Нажимайте, отпускали, тронзав. Всё, сейчас ждём. Сейчас зелёная кнопка, красная погаснет кнопкой. Вот всё пасло. Подаем сигнал повестительный. Нажимаем кнопку вперёд, ручажок вперёд. Нажимайте кнопочку. И поехали. Всё, нажали, отпускайся. И едем. Вот и всё. Вот и всё. Проехал я всего ничего. Метров сто. Больше мне не разрешили. И неудивительно. Профессия машиниста требует от человека предельной концентрации. Несмотря на то, что поезд идёт точно по графику, нередко возникают и форс-мажорные ситуации. И тут необходима профессиональная реакция, которая может спасти жизнь людям. Отдельный разговор, так называемые часы пик. Это сезоны отпусков и время ближе к выходным. Могилевчане разъезжают всё кто на дачу, а кто и просто в гости. У нас загружены были маршруты. Это у нас направление Гомель, Витебск. Наши межрегиональные поезда. Вот новый современный подвижной состав. Также у нас загружены маршруты. Это нашу соседневную страну Украина. Поезд Могилёв-Львов. Очень популярный поезд. В данный момент у нас жители города Могилёва. И наши столицы Минска пользуются активно этим поездом. А вот самые активные путешественники среди могилевчан – студенты. Очень видно идёт, когда всплеск пассажиропотока. Это в пятницу. Студенты наши возвращаются сюда. В воскресенье, как бы в понедельник утром, они опять уезжают с города Могилёва по всем нашим областным центрам, столицу на учёбу. И напоследок. Для Могилёва профессия машиниста нередка, но вот получить её в областном центре не получится. Придётся ехать в Гомель. Это высокооплачиваемая работа, и от вас требуется пунктуальность, ответственность, предельная концентрация и стрессоустойчивость на максимальном уровне. Тебе нравится рисовать? Да, очень. Почему? Ну, потому что я могу передать что-то, свои чувства передать, нарисовать что-то, или поднять настроение, или что-то чем-то, комнату украсить или дом. В первой половине дня эти ребята ученики начальной школы, а во второй самые настоящие творческие люди. Занимаются любимым делом – изобразительным искусством, танцами, пением, музыкой или театральным мастерством. Могилёвская ДШИ номер один – единственная в Беларуси школа искусств с начальными классами. Такая форма комплексного обучения действует почти четверть столетия, но юридически не закреплена. На данный момент начальные классы относятся к 25-й школе. ДШИ стремится получить юридический статус школы искусств с начальными классами. В 2014 году школа включена в перечень учреждений образования, на базе которых проходит экспериментальная деятельность. Суть эксперимента – это интеграционная модель соединения лучших черт школы искусств и начальной школы. Принцип нашего обучения – это целостное и разностороннее развитие ученика. Педагоги уверены, у детей, которые занимаются искусством, достижения в учёбе тоже высокие, а знания, полученные на отделениях, можно интегрировать в общеобразовательный процесс. К примеру, урок ИЗО в начальной школе уже проводится по новой методике и с интересными материалами. Ребята с ИЗО-отделения здесь в качестве экспертов для своих одноклассников. То, что я пошла на рисование, это очень весело и интересно. Постоянно очень интересные, красивые работы. Я очень довольна своими успехами. А из соседнего кабинета доносятся мелодичные звуки. Это занятия на музыкальном отделении. Вообще в школе искусств удивительная творческая атмосфера. Маленькие одарённые могилевчане чаще всего совмещают сразу несколько видов творчества. Например, никто не запрещает ученику-театралу ещё и петь. Дана Леневская в нынешнем году заканчивает Дэшии, и в её копилке ни одна награда. Самый последний конкурс был «Итальянские вечера в России». Я заняла первое место. Конкурс проходил в Туле. В жюри сидели итальянские представители. Следующий этап конкурса будет проходить в Италии, в городе Сан-Франциско. Жюри оценила, как ты поёшь. Да. Им очень понравился мой образ ещё. Я босиком вышла на сцену в народном костюме, потому что песня у меня такая, стороной дождь. Я планирую дальше заниматься музыкой и планирую в высшее учреждение приступать, в Москву даже. В прошлом году эта милая парочка с хореографического отделения танцевала в финале первенства Республики Беларусь. Результат – всего за три года занятий. Ты, когда танцуешь, получаешь удовольствие и много успехов. Ну, наверное, чтобы хорошо танцевать, ещё нужно много тренироваться. Да. Сколько вы тренируетесь? Ну, за неделю можем три-четыре раза. Это очень сложно, наверное? Не очень. Так лихо отплясывать смогут и дети из других отделений. Наставник по бальным танцам разработал специальную программу, которую можно применять в рамках школьного предмета. Сейчас она на рассмотрении. Урок здоровья и спорта. В рамках этого предмета мы будем заниматься здоровьем и спортом. И танцевать. И танцевать. Дети будут получать элементарные навыки танца. Не просто заниматься этой скультурой и учиться танцевать. Учиться работать в паре мальчик с девочкой. За три года, пока школа находилась в эксперименте, педагоги подсчитали. Средний балл по школе искусств составил 8,5, а по начальной школе – 8,6 балла. По творческим конкурсам и Олимпиадам успехи выросли в 10 раз. Только за прошлый год учащиеся получили 252 диплома. Мы нашли городу красивую, вселенную нашу большую. Мы хотим пожелать добра, счастья, любви большой. И мы пишем свои желания на дуночки. Мы пишем, что красиво-красиво, а пока не вырастет с неба. И все пожелаем самого самого хорошего. Учиться в таком уникальном учреждении хотят многие. Конкурс на поступление здесь 4 человека на место. Кстати, 15 мая в школе ждут новых учеников. Из средних школ на отделение, а 29 мая на комплексное обучение. Мне нравятся все города, которые строились около рек. Могилев один из тех. И Днепр – это великая река, около которой стоит этот город, который имеет очень многое привлекательного. В Могилеве проходит несколько фестивалей. И в самом центре города театр. Я как-то уверен, что этот город будет со временем процветать. И те начинания, которые по украшению города, по приводению как-то в какую-то гармонию, в всей целостности, говорят о том, что он имеет это будущее. Мне интересен Могилев своей многоуровневностью. Я не встречал, наверное, ни в одном городе нашей процветающей республики того, что здесь совершенно рядом могут находиться огромные многоэтажные здания вместе с частными секторами. И все это находится вот так, вот так. И в течение 5-7 минут нужно оказаться из… как бы выйти из огромного мегаполиса, оказаться где-нибудь в Подниколе. И в свой небольшой обеденный перерыв любой человек может просто пройтись вот возле монастыря или просто возле реки. Любимые для меня места – это Подникольский монастырь женский. Я люблю там ходить, там атмосфера чудесная, совершенно чудесная. Нравится набережная. Сейчас полюбил Казимировку. То есть, вернее, даже не Казимировку, а Казимировский этот лес, который сейчас тоже подчищается. Но, тем не менее, утром оттуда несутся сануи. Это приятно. Я люблю Могилев действительно. Наверное, потому что в этой области родились, выросли и жили мои родители. Хотя после отсюда уехали. А я все-таки, вот, видимо, потянулась за корнями и вернулась сюда. Я очень рада и счастлива от того, что работаю в этом замечательном театре, который был построен благодаря жителям Могилева очень-очень много лет назад. И эта обстановка, которая здесь царит, это что-то невероятное. Ты заходишь, и мы как раз-таки попали вот сюда, в фойе. И наткнулись к клавесине или что-то такое. Ого, здорово, здесь есть клавесин, и тут такие огромные окна. И все архитектура немножко нестандартная. Ну да, театр Минск, Витебск. Все это очень интересно, но здесь он другой. Он отличается, наверное, своей некой компактностью. И вместе с тем, это, знаете, такая маленькая крепость. То есть маленькое сердце. Ну вот душа, скопление. Скопление какой-то энергии. Здесь очень интересные горизонты. Иногда смотришь и думаешь, что там где-то сразу начинается океан. Я смотрела. Да, когда просто гуляешь пешком. Почему-то очень приходят интересные фантазии. В дождь, в зной, в холод. Вот мотоцикл Forever 2017, мотосезон открыт. Официальное открытие мотосезона – это, наверное, только повод. Потому что официально уже давно все катаются. Некоторые даже не закрывали сезон, в принципе. Ну а для меня, что для меня официальное открытие – это просто лишний повод встретиться с такими же, как я, с моими единомышленниками. С теми людьми, с которыми я не виделся целую зиму. Первое открытие мотосезона в Могилеве состоялось в 2005 году на площадке у Ледового дворца. Тогда само мото движение было значительно меньше, как и объемы мотоциклов переделок, что колесили по улицам города. Вспоминают байкеры со стажем. Конечно, была музыка, людей не пустили, потому что сейчас, например, открыто, каждый может подойти, посмотреть, задать вопрос, посидеть на мотоцикле. Тогда это было, конечно, немножко заседкой сделано, предусмотрено так. Намного было меньше, конечно. У нас были переделки мотоцикла. У кого-то был первый малокубатурный японец-кавасаки, тогда еще 250-ка. Сейчас, конечно, начиная уже от литра 500 и выше. Сегодня мы приехали в Могилев из Витебска на открытие мотосезона в данном городе. Поддержать своих ребят, знакомых, познакомиться с кем еще не знакомы, поучаствовать, ну и лишний повод просто прокатиться после долгой зимы. По-вашему, мото Могилев он какой? Мотомогилев, могу сказать, подвижный. Здесь намного больше мотоциклистов, чем в том же самом Витебске. Может, потому что немножко южнее, и здесь чуть получше погода. Могилевчане расширяют мотогоризонты и доказывают, что мототранспорт вполне пригоден для путешествий с пометкой «тысячник». Так, самое бесстрашное ежегодно на двух колесах открывают для себя российские пейзажи. От небоскребной Москвы до Дикой Сибири колесят по Европе и даже отправляется изучать китайскую культуру. Мотосообщение Евразии сегодня позволяет не считать километраж и путешествовать в любой сезон. Это был не просто пробег, это был зимний пробег. То есть «Алифант Рэффин», те, кто не знают, это зимний мотослет, крупнейший и старейший в мире. И это происходило в прошлом году, это был 60-й юбилейный фестиваль. То есть 60 лет подряд зимой в Альпах собираются любители мотоциклов и отмечают то, что они сопротивляются погоде. То есть показывают тем самым, что для них не имеет значения время года, а имеет значение только мотоцикл. В этом весь смысл. То есть наш клуб пропагандирует такой стиль путешествия. Во-первых, никаких машин, во-вторых, минимум комфорта. То есть стараемся всегда селиться на природе. На двухколесный транспорт все чаще стали пересаживаться и могилевчанки. По отзывам, мотоледи в городе с каждым сезоном становится все больше. На мотоцикл села три года назад. Стал как средство передвижения, как страсть, как проветривание мозгов. Ну и вообще, вообще как жизнь стал. Вначале страх был и как удалось его перебороть? Страха не было. Просто был интерес. Был интерес и падала, подымалась, опять же садилась. Ну и в принципе все. Чего мы хотели пожелать в новом сезоне Могилевскому мотосообществу? Дружбы, сплоченности, хорошего сезона, без потерь, без падений. Сухого асфальта и полных баков. Это пожелание. В этом сезоне мотожизнь будет кипеть, говорят могилевские мотоциклисты. Летом могилевский мотоклуб Роддогс МС обещает сразу несколько стилизованных мотовечеринок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова